С 10 по 14 июня пройдет волонтерский турнир «Арктический кубок чистоты». Суть проекта проста – сбор мусора, очистка территорий того или иного города, села или их окрестностей. Но, в отличие от обычных субботников, все проходит в форме игр, соревнований с призами и победителями. Причем не только на региональном, но и на всероссийском уровне. О том, что организаторам удалось заинтересовать волонтеров, говорит такой факт. В 2014-м движение охватывало только Санкт-Петербург, а теперь более 300 городов. К тому же третий год проводится даже специальный «Арктический кубок чистоты», правила которого адаптированы к условиям Заполярья. Желающих принять в нем участие так много, что в этом году «Арктический кубок» впервые разделен на два этапа. Первый из них проходит как раз в эти дни. Мы стараемся, получается, приобщить как можно больше населения, как можно больше людей к проблематике. А у них она тоже есть. Несмотря на то, что там лютый холод, суровые условия, там тоже очень много мусора. И у них еще острее стоит вопрос переработки и утилизации мусора. Потому что это там стоит очень больших денег. И мусор у них специфический. Тот, который приносится со стороны океана, тот же пластик, например. Но в основном у них это металл. И в основном это бочки, которые там где-то с советских времен, что-то там в них привозилось. Там какие-то остатки техники. То есть вот у них такой мусор. Ну и бытовой в том числе там тоже есть. И они хотят участвовать. Почему бы не дать такую возможность? В Арктическом Кубке Частоты примут участие 9 регионов России. Волонтеры, не успевшие подать заявку на первый этап, все еще могут побороться за чемпионство в Кубке, присоединившись к нему на втором этапе. Он стартует в конце августа.